Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня небольшое объявление. Есть в наличии вяленые железы бобра. Вялились они 10 дней. Не сухие внутри, они мягкие. Так что, друзья, кому интересно, пишите, звоните. Сейчас апрель месяц 2020 года. Железы свежайшие. Буквально бобры были добыты 14 дней назад. Вот от них железы. И хотелось бы сразу ответить на такой вопрос. Многие в комментариях, либо пишут, звонят, говорят, спрашивают, почему купили у охотника железы, то есть настойку на бобровой железе, на струе, а цвет у нее другой. Друзья, сразу хочу сказать, что здесь возможно, что охотники, добывшие бобра и взявшие железу, ее не вялили, не сушили, а сразу просто нарезали и залили ее алкоголем. Цвет, он не будет такой ярко-коричневый. Цвет получается ярко-коричневый только в том случае, когда железа провялена в течение 10-70 дней. Ну, еще такой вопрос, почему нет эффекта? Когда спрашиваешь у людей, как вы настаивали железы, многие говорят, что вот 100 грамм железа залил литром. Друзья, ни в коем случае этого делать нельзя. Дозировка неправильная. Вот 100 грамм железы, 100 грамм железы, заливаем 0,5 алкоголя. Литр это очень много. Вы разбавляете концентрацию, эффект будет, но не такой эффект, как вы ожидаете. Так что, друзья, 100 грамм вяленой железы, заливаем 0,5 алкоголя. Больше алкоголя лить не нужно. Ну и вот сейчас сделаем по-быстрому настойку. Вот несколько пар я оставлю. Многие хотят сами сделать настойку. И вот для вас, друзья, я оставляю несколько пар. Вот берем баночку, берем железы и мелко нарезаем. Вот внутри они как пластилин, мягкие. То есть они не засушены. Железа должна быть вот такая, подвяленная. Внутри она должна быть мягкая, как пластилин. И вот эти вот кусочки отправляем в банку. Мельчить особо не нужно. Спирт все полезные вещества вытянет. Еще бы хотелось сказать такой момент. Если, друзья, у вас есть возможность найти где-то хороший самогон 60-ти градусный, то лучше взять самогон. Либо взять, найти медицинский спирт и развести его до 60-ти градусов. И залить железы. Водкой тоже можно залить, но водки спиртуозность маленькая, будет долго настаиваться. И сейчас непонятно из чего делается водка. Так что лучше, если есть у вас возможность, поищите, кто занимается самогоном и найдите хороший самогон. Вот 100 грамм я нарезал. Берем 0,5 самогона. Отмеряем 400 и еще 100 грамм. Перелил немножко. Сейчас. Вот 100 грамм. Вот получается 100 грамм вяленой железы и 0,5 самогона 60 градусов. Залили и убираем в темное место на 21 день. В течение дня два раза нужно взболтать 1-2 раза в день. Взболтываем и через 21 день наша настойка будет готова. Можно держать дольше. Она может и год стоять и два. С ней ничего не случится. Единственное, если банка не плотно закрыта, может испариться часть алкоголя. А так 21 дня вполне достаточно. Затем можно процедить потому как все, что остается от железы, пользы в ней никакого нет. Спиртовая настойка все полезные вещества, полезные микроэлементы из этой железы уже вытянуло. И то, что остается, просто можно выкинуть. Но если вы занимаетесь рыбалкой, я знаю, что многие люди спрашивают, кто занимается фидерной рыбалкой, добавляют вот эту оставшуюся остатки от железы в прикормку, чтобы приманить рыбу. Ну, вот такие небольшие советы, друзья. Кому нужно, пишите, звоните. Высылаю почтой России. Сейчас раньше высылал транспортными компаниями. Сейчас многие транспортные компании, если не заводская упаковка, отказываются брать. Так что почта России и намного дешевле, ну и по времени не так долго занимает пути посылка. Всем вам здоровья, друзья. Пишите, звоните. Всем пока.